привет друзья привет просто подписчики те кто смотрит мой канал кто сочувствует мне кто переживает за меня кто помогает мне это конечно же мои друзья мои близкие родные друзья и привет тем подписчикам кто просто смотрит меня не пишет комментарии или пишет просто какие-то глупости глупости от которых даже иногда прыгать охота да ну а сегодня началось утро я уже привез водички от бабы вали получил от нее гостинцы сейчас я покажу вам и выпустил свою маленькую маленькую понику на морозец жопку пусть поморозит вот она стоит сенка живет сейчас я подойду к ней и она будет прыгать отца вот так сделай красиво жопкой фуня фуня сделай красиво вот так еще сделай красиво фуня не хочет не хочет не хочет это моя моя жопка маленькая а мухтар рядом ухтар ко мне вот так вот вами деревенская жизнь вот вам и радости и нужды и заботы и проблемы рада фуня фуня моя маленькая фуня моя фуня говорите пишите у нас дети яблоки не едят а ты лошадь кормишь свою отборными яблоками видите аж задыхаюсь немножко отборными яблоками так это не я кормлю мои дорогие вы не путайте берега это вы присылаете подарки пишите денежку пишите назначение платежа как говорят сейчас для чего использовать эти деньги я на эти деньги и использую вот использую сказали купить яблок вкусняток для фуньки я и покупаю эти вкуснятки для о там купается купается маленький снегу да ой 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 сколько радости да деда пришел это вы яблоки покупаете и вы дарите а я честно использую эти деньги вот и все и не надо ничего выдумывать да вы скажи правда 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 скрип рады фуня вы раскрыт правда не хочешь о сделай красиво них и снег вкусный а вы помните как вы в детстве ели снег а господи ну ладно пойдемте домой мухтарчик после после домой после домой до подарки разбирать да пришел домой а у меня дома вот уже кастрюля висит стоит вернее кастрюля стоит с этим сыр делаю да сейчас посмотрим ну вот эти изгиб получается сейчас подожду еще минут десять и начну делать из него сырное зерно но все уселся к своей печке теперь начинаем печка за спиной печка за спиной а значит все порядке накопил я водички с утра накормился подоился ну вот сходил бабе вали за водой бабе вали за водой и она мне подарила говорит на афуле возьми вот тебе поешь хоть немножко с молоком и и сует сует мне в карман деньги да вот видите камера высоко сейчас посчитаю 100 100 500 600 о 650 рублей сует силой я не беру она обижается и горит я знаю я знаю тебе тяжело я знаю тебе тяжело и и возьми пенсия будет еще дам сейчас пока без пенсии сижу вот дети помогают и ну вот так но вот с этих печенек с этих бабе валиных печенек которые меня постоянно бывали ругает 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 а потом жалеет ну это как я детей с этих печенек будем делать вкусные домашние картошки как в детстве с кофе с маслом со сгущенным молоком все-таки как-то непонятно как-то непонятно все происходит со своим с моим блоком когда я обратился к вам за помощью когда я обратился за помощью мне стало и приятно на то что некоторые люди добрые люди христиане мусульмане откликнулись стали оказывать какую-то посильную помощь хотя и обратился и сказал ребят помогите мне пожалуйста вот много не надо вот сколько стоит пачка сигарет вот столько дайте пожалуйста вы стали помогать мне стали деньги собирать и тут посыпались посыпались злобные комментарии злобные комментарии и сначала я знаете помните фильм у этого собачье сердце где где этот какой господи шариков шарикову бомжу поймали поставили собачье сердце и думали сделать из него человека но и он бомж и от собаки бомжовской дворовой поставили сердце там ничего не было и вот эта история с шариком почему-то спроецировалась на меня и когда он шариков устроился службу очистки значит гордо его доктор спрашивает что сделал кошек ловили я давил 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 говорит и вот я так же наверно как этот шариков сижу читаю комментарии они мерзкие и противные я их удаляю удаляю они опять плодятся и плодятся как эти кошки на помойке я их удаляю удаляю они плодятся и плодятся ребятки ну слушайте и смехи и грех но люди трезвые посмотрите кто трезвый кто понимает кто кто понимает кто ведет сельское хозяйство те сочувствуют у меня допустим дяденька познакомился с ним завод модист вот он говорит ну какая разница сколько держать что за одной ты ходишь что за десятью ходишь и он утреза понимает вот все понимают что на сельском хозяйстве далеко не уедешь и вот эти люди пишут ты же молоко продаешь но ты же это ты ешь свои продукты да блять да я за этими продуктами чтобы сожрать кусок молока или масла я блять с 4 утра на ногах стою с 4 утра и здесь только в дом захожу да это правда вот у тебя же молоко да это молоко но вы видели предыдущий счет фактуру там сразу на девять тысяч восемь и доставка и там сразу на 9000 только зерно не считая сена о чем вы говорите вот сидите какое-то говно шурушите 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 но не нравится не смотрите не смотрите и все отвернитесь отойдите зачем вы делаете так чтобы я вас выкидывал блокировал зачем не заходите на этот канал и все есть люди кому интересно кому нравится моя бытовщина и потом зачем столько коз развел да бог так решил бог решил развести столько коз все устраивает такой ответ устраивает вот ты говорит опять комментарий но продай половину коз а кому их продаж купи половину коз сейчас люди хлеб не могут некоторые купить и это правда купи половину коз и все купи хоть одну козу и вырасти кто там пишет отвечаю приезжай продам он пишут эти кто-то а как купить козленочка у вас я говорю пишите на ватсап 8904 653 7422 904 653 74 да да пишите пообщаемся второй пишет идиот а сколько стоит а а а а почем продаешь пишу по деньгам по деньгам продаю вот по сеньке шапка по манде колпак сколько с каков товар такая цена пиши ватсап опять пишу тишина вам что заняться не о чем вам поговорить не о чем не с кем поговорить ну давайте откроем платный этот я буду общаться платно кстати с вами кстати скоро в стрим либо в пятницу либо во вторник вот и там пообщаемся вот такие вот дела ребят ну что сделаешь и сидите вот как то вам интересно это вот эту грязь мою шуршить я обратился к вам как к людям за помощью за помощью помогите сложилась вот такая ситуация вышел мотор из строя до тяжело до ношу воду от бабки и хорошо что бабка меня валя не выгоняет и разрешает набирать столько сколько хочешь хоть три раза приди хоть десять раз приди ты так скажешь и ей не жалко она помогает она чисто по-человечески отнеслась ко мне даже сегодня видите и денег и пряников да вот спасибо ей и вам спасибо кто мне помогает ну вот сидите разбирайте разбирайте ребят ну зачем вы я же не говорю что ну зачем у вас по две квартиры да это ваши квартиры ну зачем вы столько детей наплодили которые к вам потом не помогают и вас с праздниками не поздравляю вот я же не лезу к вам ну смотрите смотрите то что интересно спрашивайте общаясь мы регулярно проводим 1 месяц стримы и те деньги какие я вас попросил это не те деньги не миллионы не миллиарды а потом кто-то спрашивает меня а ты помогаешь кому-то вот в наглую прям вот под кожу сука лезут а ты помогаешь кому-нибудь а я что обязан отчитываться вот писание святое говорит если дает правая рука ну примерно говорю если дает правая рука надо так давать чтобы не знала левая рука зачем я буду хвастаться хвалиться и кичиться зачем ты молоко на помойку выливаешь пишут да случился форс-мажор случилось да так бывает жизни и у вас бывает вы варите еще у вас прокисают щи у вас прокисают и котлеты тухнут что сделаешь это жизнь такая ребят нужно трезво относиться а не фантазировать вот женщина мне одна написала говорит по поводу развел столько коз говорит я люблю цветы у меня дом весь в цветах я с ними постоянно гоношусь 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 и приходят подруги добрые подруги понимаете добрые вы все добрые приходят добрые подруги и говорят выкинь половину цветов выкинь половину и тебе будет легче тебе будет проще тебе будет это вот она говорит они у меня как дети я каждый цветочек знаю где не могу через себя переступить понимаете какое отношение к цветам а вы говорите продай половину продам козликов козлятых маленьких продам ну вы пишите вы трезво пишите не надо ничего фантазировать а одна еще там ты мне три года продаешь пишу и звоните все блять умерла умерла красавица куда-то там пропала не знаю потерялась где-то вот курю электронно деньги экономлю да и вы знаете вот когда я читаю вот эти комментарии половина добрых позитивных которые хотят именно помочь дать совет поддержать морально и морально материально подержать а второе я вот отрезать думаю либо весеннее обострение наступило у людей и больницы не впускают знаете психушки уже переполненные либо еще какие-то другие проблемы просто нереально больно либо третий вариант это вот бабки раньше что сидели на лавках на лавках сейчас морозы их всех по выкурили холодно стало они собрались домой пересели в интернет вот они всякую херню мне пишут не но если вам скучно давайте устроим платный youtube канал я с вами буду разговаривать тоже буду на корм деньги собирать а чего такого буду разговаривать привет баба валя зина там катя вот нельзя глупости молотить нельзя я отрываюсь на эти глупости и сижу время трачу на то чтобы просто либо удалить сообщение либо заблокировать зачем вам это надо по поводу вот этого тоже я сегодня дойду до этих картошек не дойду эти картошки с детства отбавывали будем делать по поводу вот этого отчета про про 200 рублей да я уже не пять думаю про этот отчет все-таки он правильно лёша написал этот и я неправильно понял многими неправильно поняли людям интересно людям адекватным людям трезвым людям интересно быть соучастниками моего процесса неважно сколько он прислал этот человек сто рублей тысячу рублей но он участвует в этом процессе он соучастник он живет и это правильно он написал очень правильно и и вот как и раньше так и сейчас я даю вам честное слово пока 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 вот двигаюсь лазер тут вместе с вами я постоянно буду давать показывать что я купил что я приобрел на ваши деньги на собранные вот на что я потратил и вот такие дела ребят а по поводу глупых комментариев и ребят я обращаюсь к вам не тратьте не сами мое время во первых я сейчас читать не буду на трехи буду блокировать еще сильнее и все не отвлекайте меня от дел и вот вы знаете вот когда пишут про насос тоже ну вот стоит 6000 одни пишут вторые пишут 10 тысяч стоит третье еще что-то пишут на самом деле я ищу насос у меня какая ситуация у меня в доме скважина в доме она скважина понимаете чтобы скважина была всегда в тепле а подача воды не нужна в сарай сарай приходится находится примерно метра пятьдесят от дома и нужно нужен сильный мощный насос который бы вот продавил бы вот эту воду до сарая и такого насоса пока я не нашел но пока не нашло и не нашел знаете если я буду сейчас рвать на жопе волосы то и без последних волос а может они кому-то еще нужны да плохо что я вот привык быть один плохо конечно что что я вот какой-то по натуре однолюб и его уже давно бы какую-нибудь кукушку себе приволокну и всего спрашивают интересуются но я вот однолюб и как бы однолюб и все что скажешь а так вот нужен насос но еще вот я нашел там в одном месте за 30000 но еще не хватает 7000 но я думаю ну как нибудь что и господь управлять короче говоря либо люди помогут либо как-нибудь каких-то 7000 и будет мне счастье еще и его бы соседа завербовать в помощь будет радость спасибо вам за поддержку еще раз ну вот мои дорогие дорогие друзья помогает мне и просто бабки с этих как они называются славок которых выкурил мороз и пересели в интернете я наверно высказался все что я думаю высказал все что я думаю хотите любите меня хотите ненавидите меня ну вот подписчица 1 опять забыл откуда она откуда-то из-за границы надежда прислала мне вот такую вещь она говорит сколько человек сколько иисус спал людей от болезни вылечу сколько из семи только один сказал спасибо мои дорогие любимые давайте не будем размазывать говно по тарелке жизнь хорошая жизнь счастливая проблемы всегда были проблемы всегда будут вот еще раз говорю спасибо тем кто поддерживает меня тем кто на моей стороне и те кто пишет говно гадости всякие там продай кос помогал ли ты кому-то или возьми меня в жены лучшем случае я советую вам подружиться с головой подружиться просто с головой и трезвого ясного ума потому что когда кого господь хочет наказать он просто лишает ума и человек начинает совершать поступки те поступки которые вредят ему добра вам любви и пусть ваши трезвые головы будут всегда трезвые я с ясным умом добра вам и спасибо спасибо